Страшной трагедии. На Минской почти год. Взрыв бытового газа произошел в ночь на 6 ноября. Был разрушен подъезд двухэтажного дома. Шесть человек погибли. Тогда первыми на место ЧП прибыли сотрудники Росгвардии. На Минскую они поехали по сигналу тревоги. От взрыва в соседнем магазине сработала сигнализация. То, что эпицентр происшествия – жилой дом, стражам порядка стало ясно сразу. Не дожидаясь спасателей, место трагедии отцепили и приступили к спасению людей. Первое действие – это побежал на крики. И после того, как залез в уцелевшую комнату, женщина сказала, что у нее муж под обломками полностью заварен. То есть пришлось, как говорится, залезть под груду всех вот этих камней, чтобы достать человека. И вот спустя год в столице главнокомандующий войсками Национальной гвардии Виктор Золотов вручил ивановцам медали за спасение погибавших. Награждение проходило на торжественном собрании, посвященном 65-летию вневедомственной охраны. Никогда не думал, что буду награжден данной государственной наградой. Тем более, что вручал ее сам главнокомандующий. Когда спасаешь людей, не думаешь о наградах. О наградах не думали. Они все равно нашли своих героев. Копилка Росгвардии пополнилась сразу пятью медалями. На моей памяти первый раз у нас такое большое количество личного состава награждены. Медали эти очень значимы. Это говорит уже и о том, что сам лично главнокомандующий вручал данные награды нашим сотрудникам. Один сотрудник Ивановского управления Росгвардии удостоен медали за отличие в охране общественного порядка. Сергей Исафов за прошлый год раскрыл восемь преступлений, пять из которых связаны с распространением наркотиков.